Первую большую помощь от своих бывших учеников школа номер один «Станица-Сторжевой» получила еще в 2013 году. Тогда учебное заведение отпраздновало свой полувековой юбилей, и по этому случаю один из ее выпускников выразил желание помочь родной школе. Была проделана немалая работа, за что большая благодарность этому человеку. Двор был застелен плиткой, и окна, двери, полы по новой застелили. Школа совсем новую жизнь приобрела. Спустя 10 лет тот же меценат вновь выразил желание помочь школе, причем снова хотел это сделать тайно. Но педагогический состав решил, что школьники должны знать имя своего благодетеля. Им оказался известный ученый, академик Российской академии наук Солис Каракотов. Он сейчас живет и работает в Москве, а связался с директором школы через своего брата. Младший брат приезжал, сказал, что необходимо, что необходимо, укажите на замену кровли, и забора. Ну, мы, конечно, максимум усилий приложили, чтобы рационально, эффективно рассчитать, чтобы оно не сильно перегружая. Хотя он не говорил меру помощи, но мы тоже немножко совесть имели, хотели более рационально использовать все. К работе строители приступили в начале июля. Учитывая большой объем работ, а только крыша тут площадью около 4000 квадратных метров, то работали практически без выходных. Плюс в свободное время в ремонте родной школы принимали участие сами ученики старших классов. Денис Кизилов вместе с друзьями летние каникулы провел с пользой и для себя, и для учебного заведения. Конечно, на крыше им работать не разрешили, но даже просто поднести инструмент или материалы – тоже неоценимая помощь. Мне нравится здесь работать, потому что знаю, что я сюда приду, знаю, что я здесь работал. Совсем другое чувство. Я здесь учиться очень нравится, поэтому прихожу с друзьями, работаю почти каждый день здесь. Надо сказать, что родной школе помогают и другие ее выпускники в силу своих возможностей. Кто-то покупал спортинвентарь, кто-то мебель. Как показывает практика, хороший пример также оказывается заразителен. Эрнест Чуков, Назир Капышев, Архиз, 24.